приветствую вас всех на канале мир ирины и сегодня у меня будет пересадка плюс болталка как я вам и обещала значит у меня появились вот такие ясли ну или как сказать детские дома сделала я их из вот таких горшков купила я их светофоре почему я сделала потому что у меня во многих горшках горшок место занимает а там такие вот дыхлеши сидят поэтому я решила сделать как бы вот такой сад сад рассадник для моих деток и для тех которые ну не очень вот например смотрите вот что это такое занимает вот такую коробку а толку с нее а место смотрите на 8 на 8 64 квадратных сантиметра правильно значит горшок этот высотой 15 сантиметров а вот именно вот так по углу 19 на 19 почему я взяла вот такой горшок потому что те растения которые стоят на полке а их там еще много стоит для них нужно расстояние 15 сантиметров от лампы вот для этих растений если их посадить они маленькие если их поставить ниже то им не будет хватать света поэтому нужно чтобы они были ближе к лампе поэтому вот такой у меня life life как сказать правильным чтобы маленькие вот эти вот деточки получали света столько сколько нужно сейчас вот этот детский садик будем с вами наполнять растениями которые ну вот которые я приготовила режу я растения скальпелем здесь съемное лезвие ничем я лезвие это не обрабатываю и использую вот этот пинцет пинцет у меня не очень удобный я еще удобный пинцет для себя не подобрала но пока у меня вот такой подберу как вот будет у меня возможность я увижу пинцет намного лучше я его конечно же куплю у лезвие вот это режет хорошо очень хорошо даже острое лезвие но у него один недостаток она ржавеет вот так когда ржавеет режет кор хуже но все-таки отрезать можно для растений я думаю это хуже не будет ржавчина это железо железо всем полезно что-то я вам чего попала в предыдущем видео мы с вами резали вот вот эту опунцию шиловидную разделила я по частям вот она пролежала ночь смотрите как у нее затянулось и вот этого достаточно сильно пересушивать не надо этого достаточно и вот этот срез который я вот здесь пометила что это низ можно и так конечно ну это надо смотреть как вот эти расположенные точки легче пометить сейчас я их буду укоренять укоренять укореняю в сухую землю делаю вот такую вот не падай делаю вот такую дырочку укореняется хорошо потому что когда мне с резик вот этот пришел быстренько хорошо укоренится колючки видите боюсь браться не люблю перчатки все различные ничего не что-то спадает стволик надо разрыть яблоку поглубже так вот вот так вот так у меня получилось вот эти шипы и лишила красави шиловидная вот пускай стоит укореняется сету адольфа у меня почему-то стал зеленый здесь еще коричневая окантовка была вот здесь я снимала голову и это пенек дал два разветвления и листики вот я сейчас эти листики какие сейчас вот эти листики мы по вытаскиваем друзья получился казус у меня оказывается я вам рассказываю все рассказываю листики достаю все растения достаю которые я вам показывал и и в итоге у меня камера была не включена ну вот столько материала я уже надоставала достаем дальше вот такой смотрите здесь от листочков грабтоверия мелкий в вот она тоже прям вот листочек сухой ну в общем я вот это все буду пересаживать сюда и хочу сказать про полив говорят что неверное осуждение такое у людей есть что суккуленты это те растения которые не нужно поливать поливать их нужно и полив зависит много от чего полив зависит от грунта то есть если у вас рыхлый грунт значит вы их поливаете реже если у вас реже вернее извините чаще если у вас такой плотный грунт то это вообще беда ну рыхлый я имею ввиду некоторые влечу за вообще садят я лечузу не хочу это камни это бедный грунт некоторые специально садят чтобы растение стрессовали я еще до лечузы не созрела я не люблю лечузу не хочу лечузу вот такая вот смотрите пахиверия драка когда я ее садила то я положила два листочка и здесь вот такие две деточки шикарные смотрите вот листочки эти дали деточек корешочки хорошие все сейчас все мы сюда посадим ну вот значит рыхлый грунт вода проходит быстрее просыхает быстрее видите какой он бесполезный он такой вот некрасивый зачем его держать нужно переукоренять сейчас я все это подостаю то есть если зависит от помещения жарко в помещении хорошо нормально или же холодно то есть от этого если жарко то конечно быстро все будет быстро все будет пересыхать когда-то я это планировала как садики но видите сколько материала но садики не получились поэтому вот так ну на чем я остановилась и значит зависит от помещения на это мы поняли от грунта от помещения и еще от горшка маленький горшок быстрее просыхает большой горшок дольше и зависит от того как вы поливаете если вы поливаете это дозировано то получается что нужно чаще если вы проливаете хорошо кошки то реже ну и прежде всего должен должна быть своя чуйка должна быть ну еще как полив проверяют проверяют эхиверии которые их по листу их не стоит как бы сильно лить и лить потому что у них от перелива шрамы бывают корни могут загнить от перелива поэтому можно посмотреть по листу если листик мягкий то полить если упругий то значит полив еще не требуется здесь у меня тупси турви который я вам показывала пенек я его разобрала и вот которые розеточки вот я их укоренила а вот это получился пенек такой какой-то прям облеплены детками посмотрим что дальше вот это красула мульти кавава рейгата она у меня почему-то немножко вот стала листья вот так и я ее убрала из этого горшка тоже из своей из десятки и посадила сюда вот с этим колонхоем колонхоя белое оно должно быть пушистое пушистое колонхоя из серии таминтоза но у меня оно почему-то вот чахнет чахнет уже больше года чахнет и я все стараюсь к нему на найти подход никак не могу найти вот эту кучку я высадила сюда в большом горшке растение тоже если они плотнее сидят они тоже растут лучше если им например достаточно света вот такая краска кампфаер она у меня почему-то долго чахнет чахнет тоже вот эти вот вот такие красула они почему-то подвержены кончики у них сохнут какая-то рыжина появляется суккуленты укоренять легко то есть берете и просто в грунт с корнями суккуленты или без корней это не зависит если вот такой свеженький то конечно его можно садить с корешком но если например корни сухие то их лучше срезать здесь я корешок срежу потому что видите ствол высокий он мне ни к чему такой высокий ствол пусть переукореняется это от листочка графто питалом у своих вот этих деточек я вот эти все корешочки срезаем из-за чего из-за того что я хочу их переукоренить чтобы не было вот этой длинной ноги срежу я их за кадром потому что это очень долго будет вот например топси турви я срежу ее вот так срежу и переукореню чтобы она была более компактной детку эхиверии драка я посажу с корнями вот еще одна детка эхиверии драка она и с корнями и с листочками детки чихуахуэнсис смотрите тяжело я так не привыкла с этого со штатива еще не как это нужно подстраиваться вот детки чихуахуэнсис вот очень хорошо видно коп коготочки все и вот такие вот следом адольфа это все я сейчас вот здесь у коренью я не знаю как он там снималась я наверно на ускоренную съемку вот это все сделаю то что я вот этих деток вот смотрите как у меня еще место осталось значит сейчас еще буду садить продолжаем укоренять вот все что можно было корешки почти везде я убрала плотненько заселяю к свою коробочку а а а а а Детский садик Получился Вот такой у нас детский садик Получился Красивенькие они там все Мон Чихуахуэйнси Соглядываю Две штучки Вот там Топси Турри Красавица Ну это пока Я временно так их пересадила Появится у меня Горшочки четверки Они здесь укоренятся И я их буду индивидуально пересаживать Потому что здесь все равно им будет тесненько Ну вот То есть вот эти пересадки Они нескончаемы Они постоянно будут продолжаться И продолжаться Вот вид сверху Смотрите какая получилась Вот такая вот у меня ясли получились 19 на 19 Ну пока пока всем Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на телеграм-канал На группу вконтакте Которую я собираюсь развивать далее Пока пока Ваша Ирина Ну еще раз покажу Как они выглядят на полке Вот такой вот Дэ подальше У меня есть садик На него я вам обзор сделаю И вот здесь у меня более такие Малыши-малыши получились Которые мы с вами сегодня пересаживали Продолжение следует...